Девятнадцатого января под дверью автомобильной аварии погиб человек. Ниссан Альмера, двигаясь по левой полосе трассы, стал перестраиваться на правую, непосредственно перед попутным большегрузом. По всей вероятности водитель не рассчитал маневр. Иномарка зацепила фуру и вылетела на обочину, где сбила столб и опрокинулась. Водитель Ниссана, 31-летний мужчина, погиб. В суде по уголовному делу по обвинению Эмиля Байрамова в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, части 4, статьи 264 Уголовного кодекса, объявлен очередной перерыв. Напомним, 30-летний Эмиль Байрамов находился за рулем автомашины Киа, которая 3 февраля прошлого года у театра «Кукол» столкнулась с автомобилем «Фольксваген», а затем машины влетели в ожидающие разрешающего сигнала пешеходов. Итог той страшной аварии шестеро пострадавших. Один из них, 50-летний водитель «Фольксвагена» Игорь Каравашкин, скончался в больнице. Адвокат Байрамова неоднократно просил суд назначить своему подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователи и представители прокуратуры настаивали на аресте, учитывая, что Байрамов уже был судим и его многочисленное нарушение правил дорожного движения. Как Вы можете объяснить, что у Вас так много правонарушений? Эти все правонарушения сотрудники могут посмотреть, это все на трассе, нахват на дороге М11, и они все не больше 500 рублей штратам. В удовлетворении ходатайства защитников обвиняемого от изменения Байрамова мера пресечения заключения под стражу на домашний арест отказано. Очередное судебное заседание по делу Байрамова состоится 1 февраля. Мы следим за ходом событий. Продолжение следует...